Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик игровой, который связан с нашим аккаунтиком на Hornet'а шафте. В одном из предыдущих видеороликов я играл на данном аккаунте, когда обозревал MK7, то есть этот переход, и сказал одну такую вещь, что если на видеоролике наберется 150 лайков, то мы запишем вместе с вами видеоролик на данном аккаунте, поиграем на шафте. Как вы знаете, это уникальный аккаунт, только на данном аккаунте у меня имеется шафт. Это самая нагибаторская пушка, и этот аккаунт целиком и полностью посвящен только данному вооружению. Здесь, конечно, есть еще Мамонт, но в общем и целом здесь весь акцент на Чиппердейли идет исключительно на шафта. И сегодня мы сделаем обычный наш любимейший игровой видеоролик, покатаем на данном аккаунте, и попробуем максимум показать полезных моментиков на данном вооружении. Ну и я надеюсь, что получится поиграть в нескольких интересных режимах. Начнем, я думаю, что с осады, потому что у меня здесь заданочка имеется, возможно, таки еще и сумею выполнить эту заданку, может еще и звездочек поднабью. В общем и целом, по резистам, конечно, у меня здесь все печально, два реза только имеется. Потихонечку свои МК прокачечки я уже выкачиваю. А это значит, что совсем скоро, в ближайшее время, возможно, я уже запишу видеоролик, где сыграю на полностью фулл прокаченном вооружении Хорната Шафта. Это будет на Лейтенанте Хорната Шафта М4. И вы просто понимаете, что это такое. Сейчас же по прокачкам, если я не ошибаюсь, там по четыре шага качено. Ну, в общем и целом, потихонечку все дело это у нас, конечно же, прокачивается. И поэтому, если вам интересны видеоролики на данном аккаунте, на Хорната Шафте, возможно, вы хотите и на Мамонта Шафте, в общем и целом, именно играть на Шафте, то давайте на этом видеоролике также наберем 150 лайков. И как только будет набрано данное у нас количество, то я, конечно же, запишу новый видеоролик на данном интересном аккаунте. Сегодня я хочу, друзья, поиграть на клавиатуре. Я уже последнее время очень много играю на мышке, и в каких-то моментах хотелось бы мне тоже поиграть не только на мышке, но и на клавиатуре, потому что многие ребята тоже говорят и жалуются на то, что при игре моей на мышке смотреть видеоролик, ну, не совсем комфортно, да, в какой-то степени. Я согласен с этим мнением, поэтому давайте сегодня поиграем на клаве. И вообще по этому поводу тоже можете написать в комментарии, на каком управлении вы хотели бы видеть, чтобы я играл. На клавиатуре или на мышке? Это тоже довольно-таки интересный, наверное, комментарий, мнение от вас, которое я хотел бы услышать. Ну, а что касаемо данного боя, осада, в принципе, довольно-таки неплохая. По звонкам меня тоже кидает ближе к своим званочкам. Здесь я уже на своем нагибаторском хорнато-шафте М3, ну, грубо говоря, М3, кома 2-3, где-то прокачанном. Здесь, ребята, я смотрю, что тоже на М3 вооружениях имеются такие вот дикогромы. Ну и, в общем и целом, я думаю, что данную катку можно будет попытаться, конечно же, выиграть. Мы играем исключительно на победу, но, как вы понимаете, что в таком режиме все зависит от моей команды. Я постараюсь, конечно, сейчас поиграть в упоре на данной точке, но я не обещаю то, что моя команда будет сейчас здесь мне помогать и саппортить. Если у меня помощи здесь не будет, то вы сами понимаете, что шансов на победу у меня, ну, очень-очень-очень мало. Конечно, здесь я этого пацака нагну. Давайте еще и этого заберем. Отлично, вообще все получается. Довольно большое количество урона здесь влетает. Еще и этого парня довольно быстро сумел свести и забрать. Громов много и по данному аккаунту, конечно, вы меня, наверное, спросите, почему я до сих пор не покупал резисты. Как-то все забывал, наверное, в какой-то степени. Проходил мимо, не думал о том, что мне нужны какие-то прям резисты. Думал о том, что я комплектик какой-то потом приобрету вместе с резистами. Все будет в этом плане четко. Итак, как-то это все прошло и я уже углубился в микропрокачки и пока что никаких резистов я не приобрел. Возможно, в скором будущем на этом аккаунте я приобрету резисты, но сейчас даже с этим выходом МК-шек с покупкой новых резистов являются определенные проблемки. То есть, если мы сейчас зайдем, например, в гараж, да, я быстро покажу. Мне надо прокачивать теперь каждую прокачку. То есть, МК-1, МК-2, МК-3, ну, короче, и так далее, да. Если раньше я мог сразу же купить, например, себе М3 модификацию, как только она мне была доступна и за счет этого сэкономить неплохое количество кристаллов, то сейчас, опять же, разработчики вернулись к той стратегии, что мне нужно тратить дополнительные кристаллы, дабы сделать себе вот такую прокачку. И в этом плане, безусловно, вы будете переплачивать, но это уже какая-то определенная отдельная тема, о которой сегодня, наверное, не стоит так много говорить, а больше надо углубиться в эту игру. 15 на 5 я иду, но катку мы до сих пор сливаем, не можем никак захватить данную точку. Она у нас в нейтралитете постоянно здесь находится. Ну и пока что ничего особо у нас здесь не получается, если честно. Не можем мы никак забрать ее. Но пока что самое главное, то что она остается в таком нейтральном состоянии, постоянно мы пытаемся за нее ухватиться, это очень хорошо. Потому что если счет станет 0-2, то выиграть или хотя бы свести данную катку в ничью уже будет, ну, очень сложно. А пока что все реально и можно продолжать ехать и пытаться захватывать точку. Отличные выстрелы сейчас выдаю. Выстрелы, конечно, на Хорна Ташавте, ну, просто максимально жесткие. Вы видите, что я просто вантапчиком даю по полторы тысячи урона. И если это будет противник, например, на каком-нибудь Харьке, там, М2, М1, то это абсолютный ваншот. Если же это чуть посильнее танк, то две тычки и спокойнейшим образом он уходит на респ. Ну, а здесь можно, конечно, быстро свестись. Две тысячи я выдал. Ну, конечно, не особо много я там свелся. Можно было бы, наверное, чуть побольше свестись, дабы ваншотнуть его. Ну, в общем и целом, это не так важно. Важно то, что нам надо захватить эту точку. Потому что мы исключительно играем на победу. Даже несмотря на то, что у меня сейчас все по очкам довольно-таки приятненько, грамотно и аппетитненько, то с победой у нас здесь огромные проблемы. Я бы сказал бы так. Ой, не успел я слить. Парня быстро здесь нагнули. Ну и овердрайв у меня сейчас уже совсем скоро тоже должен быть. Хантера, страйкер. Я, кстати, не особо вижу большое количество прокачанных нагибаторов. Конечно, есть тут один против на грамме М3 играет. А может, он даже и на М4 грамме играет. Ну, я имею в виду на МК8. Ну, а так, больше особо не видны те нагибаторы с прокачанными вооружениями на данных аккаунтах, которые после смены МК стали на супер вооружениях играть. Ну, и это, к слову, хорошо. Возможно, мне в какой-то степени даже повезло, что не такое большое количество этих нагибаторов здесь имеется. Потому что если бы вдруг здесь было бы пару-тройку противников с МК8, то я думаю, что у меня были бы намного больше проблемы в этой катке. Ну, и, наконец-таки, у нас есть отличный шанс захватить сейчас точку. Я надеюсь, что у нас здесь это получится. Потому что если не получится, будет очень плохо. 1-1 надо делать. Минута до конца. Давай-давай-давай-давай. Докрути-докрути. Есть! Есть! Захвачена точка. Супер. Шикарно. Просто бомбически. То, что сейчас у нас все это дело получилось. Правда, у меня кулдаун фул расходки. И это не есть хорошо, если точка... Боже, еще и точка сверху. Блин, я только не хотел, чтобы эта точка была сверху. Потому что первую точку мы сверху довольно-таки быстро потеряли. Надеюсь, что сейчас наши тиммейты выдвинутся наверх. И мы не потеряем ее за 45 секунд до конца. Мне, наверное, не стоит ехать сейчас наверх. Я бы лучше постоял бы на отстреле. Вот, например, на тех челиков, которые сейчас поедут наверх. И в этом плане я бы, конечно, подсейвил точку. Но сейчас уже два противника едут на захват. И, в принципе, у них есть шанс захвата этой точки, если я сейчас не убью эту хорену Тажигу. Но там уже наши тиммейты тоже потихоньку двигаются. Это очень хорошо. Я сейчас вот этого отстрелю. И там тиммейты уже должны забирать. Здесь можно тоже забрать плюс фраг. 30 киллов набил. Офигеть. Неплохой бой получается. У нас 12 секунд остается до конца. Ну и, в общем и целом, это все-таки ничейная катка. Отлично, что мы ее не проиграли. Все-таки для нас командные достижения здесь тоже играют довольно-таки большую роль. И хорошо, что эту катку мы сыграли в ничью. Давайте сыграем еще один боечек в режиме осада, дабы я выполнил полноценную заданочку. Довольно редко у меня получается вообще выполнять задание на данном аккаунте. Поэтому было бы неплохо, если бы я сейчас его выполнил. Если я не ошибаюсь, тут надо два боя в режиме осада сыграть, и заданка будет одна выполнена. Там еще плюс кристаллики заработать, какой-то опыт набить. Но я думаю, что на протяжении данного видеоролика мне удастся все это дело, конечно же, выполнить. Ну и какая у нас будет сейчас карта? Карта осада. Ой, оса, говорю. Режим осада. Карта оса. Немножечко похожее название. Я даже, если честно, ошибся. Что касаемо званий, то здесь уже против есть подполковник. Не сказать, что это хорошо. Но посмотрим, на каком вооружении он играет. Может быть у него... А, у него дикорельсы М3. Ну, в принципе, тоже неплохо. Я, конечно, в какой-то степени еще не привык к этим новым названиям. К тому, что надо называть это МК-7, МК-8. Я все-таки еще сторонник того, что это у нас, как говорится, старые МПК-шечки, прокачечки. И я ориентируюсь на том, что я вижу. То есть, в дальнейшем, вроде как, говорят, что у нас все это дело изменится в ту сторону. То, что нельзя будет, смотря на танк, понять, на какой прокачке он находится. То есть, если сейчас я могу посмотреть на танк и, откровенно говоря, увидеть, что он играет, например, на М3, как минимум, да, может, у него даже там М4 прокачано, то произойдет опять эта смена, и все будет выглядеть, например, как М3, но на самом деле танк может быть там, грубо говоря, МК-1, МК-2. Ну, я надеюсь, вы поняли, о чем речь. Об этом говорили в предыдущем, если я не ошибаюсь, видеоблоге. И, если честно, это печально, ну, определенно. Я, например, вот буду ехать, да, и я не знаю, сколько у него там, какая у него прокачка, сколько у него ХП, мне надо будет как-то догадываться, начинать там по нему дамажить, чтобы понимать, сколько у него там ХПшки будет оставаться, да. Хорошо, если я буду, например, играть на харьке, я дам ему тычку, я увижу, ага, столько ХП снялось. Так, значит, у него примерно такая прокачка. Ну, а если я этого знать не буду? Ну, это же просто провалище какое-то. Поэтому я надеюсь, что в этом плане еще разработчики немножко подумают и в какой-то степени не сделают это глупое решение. Я немножко приболел, друзья, поэтому, если что, извиняюсь за то, что какой-то тут кашель пробивается у нас. Счет 1-1, пока я обновлялся, нифига себе. Надо вот этого, конечно, диктатора... Ай, блин, не лучшей позиции сейчас для себя здесь остался. Не смог туда наверх свестись. Хорошо, что наши тиммейты хотя бы там помогают. Тоже дамажат. Ну и точку надо захватывать как-то, друзья. Я понимаю, что у меня здесь по очкам все не так уж плохо. Уже 160 очков имеется. Тут первое место, все дела. Но победка, победка нам определенно нужна. И поэтому, друзья, давайте-ка все-таки пытаться отстреливать здесь и противника, который забирает точку. И самим как-то, ну... А-а-а, боже! Ясно. Это моя любимая стеночка. И самим как-то тоже двигаться на эту точку, пытаться ее захватить, помочь нашим тиммейтам. Потому что пока что у нас не особо хорошо все это дело получается. Давайте сейчас выдвигаться. Тут по правому флангу эта дикарельса жесткая стоит. Сейчас я ДА-шку заберу здесь, дроповую. Я уже вижу, что тиммейт нас тоже хочет забрать этот дропчик. Но, извини, мой друг, но мне этот дроп тоже очень сильно нужен. Поэтому я сейчас делаю сводочку по Гауссику, который сводится... А-а-а, сводится в меня. Я чуть поторопился, дернул сильно пушку. И не попал по нему. Но я так понимал, что уже сводка у него максимальная, почти что готова. И мне нужно довольно быстро думать, дабы там уже не получать эту плюху. Поэтому... Бывают такие моментики, когда ты быстро пытаешься сориентироваться и промахиваешься за счет не совсем правильных и качественных действий. Но вот сейчас, правда, есть уже проблема. Есть определенная проблема! Они сейчас захватят! Боже ты мой! Ну что ж вы делаете-то, мои хорошие тиммейтики? Почему никто не мог подъехать, либо надамажить противника? Почему я выдал две плюхи, а мои тиммейты как будто вообще не смотрели в эту зону? Ну что это такое, друзья мои хорошие? Две с половиной минуты до конца, а мы сливаем 2-1. Максимально печальная ситуация, если честно. Дикарельсы это постоянно тут стоить на мосту. Сколько я ему плюху дам? 5 тысяч! Нормальная плюха, в принципе, неплохая. 5 тысяч так в башкерик как прописал, так и нормально отлетел. Нагибатор. На тебе еще плюшечку 3,5, да? Пойдет? Пойдет! Гауссик сводится? Отлично! Давай-ка, мой друг хороший, на респ иди. И еще один там, да, нагибатор? На, его слили, нормально. Нормально, нагибатора нагибали. Еще 6 тысяч урона. Ну а теперь уже отправляемся на захват. Определенный захват нам нужен. Так, 700 урона. Надо забирать. Надо забирать, блин, не успел. А видно, что я не забрал этого нулевого шафта, но надеюсь, что его никто не сольет, потому что халявных 15 очков никогда здесь... А, халявных уже аптечку поражал, зараза. Не дают мне халявные. А как это у него 2 аптеки, я не понял. Как это у него 2 аптеки быстрые? Может быть у него какой-то дрон? Что у него 2 аптечки быстрые? На! Хорошая плюшечка на 2,5 тысячи. Отлично. Ну и что касаемо катки, ну я максимально огорчен, если честно, друзья. Ну что это такое? Что это такое, друзья мои? Где мои тиммейты, которые рвутся выигрывать данную катку? Ну где же они? Почему они стоят где-то за стеночками? Кто будет точку захватывать? Я в соло? Я в соло ее никогда не захвачу. Успокойтесь. У меня нет возможности, у меня нет супер сил, чтобы я здесь в соло захватывал эти точки. Я там спину этой рельса. А, так и накидывается, понятно, никто ее даже не слил. Плохо все, очень плохо, 50 секунд до конца. Конечно, мое первое место тут имеется, но... Мне хочется выиграть, друзья. Мне безусловно хочется выиграть катку, а не просто ее проиграть здесь. Ой-ой-ой, что тут происходит? Какие-то гауссы тут мне накидывают, разворачивают меня корпус. Ужас. Просто ужас. 23 килла. 2,3 УПшечка. 10 раз всего лишь я погиб. Не сказать, конечно, что мало. Ну и, в принципе, не сказать, что много. Дико рельса опять стоит на мосту. Думаю, что такой плюхи будет достаточно. Конечно, предостаточно было. 2 700... 4 700 я выдал. Отличнейший урон. 19 секунд. Ну и давайте попытаемся хотя бы тогда уж 400 очков здесь набить, потому что я понимаю, что катка уже слитая. 100%. Ай, не попал, поторопился. Ну и давайте сейчас просто шотами, наверное, как-то накидать надо. Отлично, плюс фраг. Еще одного заберу. Не успею. Ай, не успел, но его все равно забрали. Еще плюс 3 звездочки. Проигранная катка. Ну, первое место имеется. 26 киллов. Нормально. В принципе, неплохо получилось. Даже в какой-то степени тут сумел пострелять. Настрелять что-то. Две заданки выполнил. Осталась одна заданочка. Заработать кристаллики. Так, и где мы можем заработать кристаллики? Давайте, конечно же, попробуем, наверное, сыграть... Давайте команду на команду сыграем. Если будет какая-нибудь небольшая карта, то я думаю, что там можно будет неплохо так пострелять. На данном нагибаторском шафте. Как раз это будет уже у нас третья каточка. Я думаю, что такая более завершающая. О, супер карта. Просто бомбическая. Песочница. Здесь можно сыграть максимально агрессивно. Я думаю, что за счет этой агрессии настрелять неплохое количество. Хантера Рик. Я смотрю, М3 против. Нормально. Тоже неплохо пойдет. Как минимум, МК7 он прокачан. Может, даже МК8. Это, конечно, не есть хорошо для меня. В какой-то степени. Но. В том плане, то что данный нагибатор уже у себя на капитане имеет такое вооружение, это, конечно, круто. Это, конечно, круто. Ну и надеемся на то, что моя команда сейчас тоже будет не бездельничать, а будет пытаться нагибать. Я делаю сводочку. И давайте я делаю сводочку именно по этому нагибатору. По мне тут уже молот накидывает. Первый выстрел, если не ошибаюсь, он там промахнулся немножко. Он без устройства. Да, без устройства нормально. Если было бы с устройством, думаю, что он бы меня бы ваншотнул бы. А так у него не идет стабилизация и хорошая скучность выстрела. Как будет, наверное, правильно сказать. И за счет этого я сумел там выжить. Но мы сливаем. Мы просто сливаем в ноль эту катку. Боже ты мой. Я зашел в катку, а тут против таких нагибаторов понакидало. С какими-то прокачанными вооружениями. И похоже, я тут ничего не смогу сделать. Но это будет плохо. Но давайте стараться, конечно. Безусловно. Сейчас еще овердрайв у меня пойдет. Но потихоньку нас уже прижимают к нашему респу. Я уже вижу эти нагибаторские жиги и понимаю, что не все так хорошо. Да, делаю какие-то киллы. Но 7 киллов отрыва уже, друзья мои. 7 киллов отрыва. Тут ныкается. С водочкой, конечно, не сработает. Я сделаю отводку башни. Ну, а потом сделаю добавочку. В виде выстрела неплохого. Дэшка моя, правда, на кулдаун ушла. Ну, данного нагибатора, я думаю, что надо сливать. У него ноль хп осталось. Ну, и жига, жига, бежать. От жиги, безусловно, бежать. Но нельзя, 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 нельзя давать простые такие киллы противнику. Надо немножко хотя бы усложнить ситуацию противнику. Дабы не все так просто было у них. Хантер хотел овер прожать. Не дотянулся до противника. Ну, и отрыв большой. Ну, большой отрыв, друзья. Я, конечно, сейчас буду стараться сделать максимум. Но вы сами уже понимаете, что катка, ну, такая, довольно печальная, если честно, складывается для нас. Два килла. О, отлично, купол. Это очень хорошо. Надеюсь, что сейчас хантер не выключит. А, ясно, понятно. Был купол и нет купола. Здесь все понятно. Ну, и сводочку хотя бы давайте такую сделаем. Овердрайв появляется. Ну, и надо как-то затопить. Наверное, затопить ближе к респу противника. Давайте попытаемся покидать здесь урончик. Давайте этого хантера заберем. Будет круто. Главное, чтобы меня никто не застойпил тут. Не выключил. Ах, не успел. Боже ты мой, секунда. Просто миллисекунда. Я бы дал бы ему эту плюху где-то в тысячи три урона. И было бы нормально в этом плане. Но пока что вроде как еще наша команда цепляется. Отрыв был 10 киллов. Уже чуть-чуть меньше стал. Не знаю, может быть это я из-за того, что там понакидал. Может наши тиммейты начали немножко получше играть. И стрелять. Может какой-нибудь нагибатор зашел. Но давайте не отчаиваться. Все-таки еще 3,5 минуты имеется. И отрыв не такой большой. Возможно шансы еще какие-то имеются на победу. Поэтому давайте. Давайте стрелять. Давайте пытаться что-то сделать. И надеяться надо безусловно на лучшее. Безусловно на лучшее. Потому что сейчас вот я например эту жигу заберу. Отлично. Сейчас страйкера заберу. Который стоит, сводится. На тебе. 2 200. Отлично. Хороший выстрел. Громчика сейчас заберу. Которого не так много уже хпшки осталось. Я думал сейчас он в прострел выйдет. Я ему как плюху эту выдам отличную. Шикарную. Боже ты мой. Магнум. Что-то овердрайв прожал. Походу сам не понял, что он прожал. Это неплохо конечно. Потому что он долго разбирался. Что ему делать надо. Дал мне маневры. Дал мне шанс на выстрел. И это очень хорошо. Максимально круто. Я бы даже наверное сказал. Димочку мы сейчас тут забираем. 3 кило отрыва друзья. 3 кило отрыва. Все шансы на победу есть. Все просто шансы на победу. И мне надо сейчас сводку. Сводку делать. А нет. Можно даже без сводки. Отлично. Появляется у меня ддшка. Есть. Плюшка есть. Есть еще плюшка. Давайте еще этого заберем. Отлично. Великолепно. Просто великолепно. Еще одного забираю. Сколько у меня киллов уже интересно. Ну очень много мне кажется. Так. Магнум едет по упору. Ну вообще походу не шарит. Что он в этой игре делает. Отлично. Мы уже выигрываем катку друзья. В плюс 2 кила идем. Отлично. У меня 21 кило. Второго места 10. Но ничего страшного. Хорошо что они вообще играют. Что они стараются. И то что они помогают выиграть этот бой. 53-53. Так. Усугубляется наша ситуация. Так. Там пулемет какой-то сводился. Это тоже шафтовод. Вот. За нас играет. Отлично. Шафтоводов я уважаю. Шафтоводы это очень хорошо. Потому что парень понимает главное как играть на этом шафте. Если он киллы бьет. Значит он в темочке. Он не просто так играет на этом вооружении. Ну да. У него 12 на 1. Упшечка конечно. Шикарно играет. Значит. Молодец парень. Помогает вытянуть бой. Я конечно сейчас вот через черной агрессии сыграл. Максимальный. Но похоже здесь не такой ингибатор противник. Даже ему наверное сводочку сейчас такую дам. Отлично. 2 400. Плюс 2 килла идем. Все хорошо. Я даже сказал бы в какой-то степени все шикарно. Все максимально шикарно. 22 тысячи еще 300 накинул. 4 килла до конца. ДДшка сейчас появится. И можно просто заканчивать эту катку. Просто заканчиваем бой. И получается такая эффектная бомбическая последняя катка. 1 килл. И отлично. Наша команда просто вытаскивает этот бой. Я набиваю 28 киллов. 28 киллов из 70. Почти половину я дал. И наш тиммейт тоже дал 14. Ну грубо говоря мы с ним вдвоем. Эту катку наверное для нашей команды и вытянули. Отлично. Отличный бой. Отлично сыграно. И вот такой вот. Хантера шафт. Ой какой хантера говорю. Хоря шафт. На лейтенантике. Который может просто зайти к капитанчикам. К майорчикам. К подполковникам. И спокойнейшим образом просто понаваливать. Просто позабирать нереальнейшее большое количество противника. За счет этого безусловно выиграть катку. Хотел я вам сейчас гаражик показать. Но у меня уже вторая крит ошибка. Да это. Всем привет ребяточки с html5. Кто комфортно играет без критов. А здесь мне придется сейчас еще раз обновиться. Потому что я хотел бы все таки акцентировать внимание на том. Что аккаунт безусловно прокачивается друзья. И если вы хотите поддержать. Если вам интересно. Моя игра на шафте. Моя игра на данном аккаунте. То безусловно прожмите прямо сейчас лукас. Потому что прокачки на данном аккаунте идут. Уже пятый шаг качается. У нас харька. Мамонта качается. У нас четвертый шажочек. Шафта качается также пятый шажочек. Я не знаю почему я хочу все сказать. Хантер. Хантер у меня здесь нет. Он у меня МК1. Тут короче и пусть он валяется. Он мне абсолютно вообще здесь не нужен. Поэтому друзья как то так. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня друзья получился. Повторюсь. Если он вам понравился. Обязательно друзья. Прожимайте лайк. Оформляйте подписочку на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчик. Дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем друзья спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.